В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Раокотская. Здравствуйте! И у нас в гостях Алла Нао, известная певица, автор и композитор Инга Петрова, участница проекта «Что скажут дети?», ученица детской школы искусств номер 5 и финалистка детского Евровидения, и Елена Виноградова, руководитель творческого центра «Старкиц Виноград», продюсер. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Алана, начнем, наверное, с вас. Вы прилетели из Москвы уже, теперь из Москвы, хотя вы коренной житель Владивостока, насколько я помню. Вы прилетели, я так понимаю, чтобы в том числе провести некий квартирник, возродить проект «Что скажут дети?» в каком-то формате, об этом мы чуть позже поговорим, да? Ну и в том числе ваш родной Владивосток. С чем прилетели в первую очередь? Прежде всего я прилетела, потому что у меня здесь собралась вся семья. Да, я коренной житель города Владивостока, и все из разных концов России приехала семья, и мне была, естественно, цель провести этот праздник с родителями. Но так как город богат моими, не знаю, друзьями, бешеными в хорошем смысле, началось мой личный концерт, какие-то там мероприятия, интервьюшечки, и вот в том числе вот это вот мероприятие, которое мы сделали с детьми, точнее сделала его Елена, она меня, я говорю, пожалуйста, у меня сейчас концерт, говорю, пожалуйста, говорю, я не могу принимать никакие решения, давай ты сама. Она все сделала, она меня туда позвала, я получила настолько огромное удовольствие от этого мероприятия, я им говорю, ребят, знаете, чего или кого мне не хватает в Москве больше всего? И они в один голос такие, нас! Я говорю, да, молодцы! Это такой огромный источник энергии, это такой огромный источник счастья, и я понимаю, что для меня это прям действительно мне этого очень не хватает. И, наверное, благодаря вот этой вот встрече я поняла, что я буду, наверное, задыхаться, если я не буду делать что-то с ними, продолжать параллельно своей музыкальной деятельности с ними вот какие-то истории. И более того, это огромное удовольствие видеть, как они меняются. Расшло? Да, я в Москве три года нахожусь, и за это время, ну, я, естественно, слежу там, за кем и есть возможность по социальным сетям, но так вживую они, они же вот такие вот там маленькие были, а сейчас такие прям профессионалы, красотки, красавцы, очень круто держатся на сцене, очень, уже там какие-то конкурсы, телепроекты у них, они идут по этому профессиональному пути, и я испытываю от этого огромную радость, удовольствие, и такая думаю, ну, чуть-чуть есть маленькая моя заслуга такая, что я вот где-то там вот штургу приложила. Ну да, если можно так сказать, конечно, это не так, они бы и без этого шли бы по этому пути, добивались успехов, но мне нравится думать, что чуть-чуть я где-то там участвовала. Я уверена, что добрая часть из них будет действительно в мире музыки, внесут свою лепту и будут прям вот уже на вот этом вот музыкальном олимпе сиять ярче звезд. И я им сказала опять-таки на квартирнике о том, что, ребят, пожалуйста, за вами будущее музыкальное. Сделайте так, чтобы мы получали удовольствие в старости, когда будем слушать ваши музыки, которые вы будете создавать, потому что нет, вот смените, смените градус того музыки, той музыки, которая сейчас популярна на какую-то свою музыкальную, чтобы осмысленную, прям очень-очень на этой надеюсь. Не, ну звезды подрастают, вон так детское Евровидение. Тебе сколько лет было? Тринадцать. А, было тогда мне лет восемь. Когда ты пришла в проект «Что скажут дети», да? Да. А сейчас тебе тринадцать. Тринадцать. Вот так взрослеют дети, да? Она прям маленькая, вот с такими большими глазами. Ее лицо было на весь экран... Со строчкой... Да, весь экран, не знаю, телевизор, а чего, гаджет, а кто-откуда смотрит. И вот такой крупный план, вот эти большие синие глаза, она говорит, хочу маму, папу, дом. И мне скрины эти присылали все и говорили, что это за ангел. И говорили все о том, что мы плачем вот именно на этом моменте. Ну то есть он просто не оставляет равнодушным никого. Понятно, что песня нацепляет людей, многих. И в Москве мне многие говорят о том, что, что скажут дети, меня узнают по этому проекту. А, это твой, а мы там когда-то много лет назад вот перекидывали. То есть мне реально говорят о том, что, а мне кидали вот этот проект два года назад, до встречи со мной. Ну то есть какая-то... Он облетел страну, но вот это есть такое. И я уверена, что он имеет вот эту энергетическую ценность именно вот благодаря вот таким вот ребятам классным. Алан, но проект «Что скажут дети?» он остался во Владивостоке, а в Москве ты... На ты. Ты чем сейчас занимаешься в Москве? Там целая история вообще. Там целая история. Я приехала в Москву, я помогала развиваться в одной детской школе, пошла по накатанному пути, тому, что я умею получать. Я от этого испытывала удовольствие. В определенный момент поняла то, что я очень много энергии отдаю в детское творчество, в энергию, и что у меня не хватает энергии для своего, ну, собственного развития. А у меня же есть песни, которые, ну, совершенно взрослые, которые действительно слушают уже, ну, немножечко повзрослее ребятам. Ребята. Тети, дяди. Им иногда за 50. Вот. Им тоже нравится. И я поняла, когда я в тот момент, когда я поняла, что в точке, что я не могу совмещать, я себя отгородила от детской истории и начала заниматься своей. Начала писать песни, что-то там пытаться из этого как-то там лепить, создавать. И когда я выпустила «Если ты ангел» песню, которая у меня вышла в октябре, я сделаю ее так просто, абсолютно простенько. Причем сделала с ладивостокскими ребятами. Говорю, сделаем так просто, вот без инструментов. Я хочу, чтобы она была вот просто живая, сохранив нерв. И она облетела настолько Россию. Она очень востребована в Минске сейчас. Им это близко приходится, потому что у них там не все политически стабильно сейчас, хорошо. А в Казахстане я знаю, что эта песня... То есть по каким-то вот уголкам за пределами России она популярна, я знаю. То есть людям она очень сильно откликнулась. Ну вот, видимо, 20-й год не оставил всех вот как-то без каких-то таких вот ударов судьбы. Вот. И поэтому я сейчас... У меня целая команда набралась в Москве. И у меня сейчас огромный план вот какой-то музыкального какого-то пути становления, выпуска песен. Вот очень много всего интересного. Ну, кстати, премьера «Если ты ангел», я так понимаю, что она была во Владивостоке, первым ее услышал Владивосток. Радио Лемма созванивалась с тобой, и ведущей в прямом эфире ты им рассказывала о том, что несет эта песня, чтобы поддержать людей хотелось в этот непростой 2020. Я, да, была, по-моему, там около полуночи в Москве, и я ждала вот этого утреннего эфира, и Владивосток проснулся, он услышал песню первым. И для меня это прям такую огромную ценность имело, потому что когда я все сделала, там провели вот этот вот эфир утренний, прошел, песня запустилась, и я, когда проснулась утром, когда было время для публикации ее в Москве, уже на тот момент Владивосток весь ее слушал, уже все кайфовали, присылали мне какие-то видео с машин, где они по радио слышат. Друзья говорили, Алана, прошло полчаса, она снова играет, что это такое? С улиц города откуда-то там снимали видео, где она на улицах играла. Это прям я так благодарна городу, потому что для меня это все равно место силы и моей огромной поддержки, за то, что такая вот поддержка. И вот юным артистам тоже скажу, самая вот большая ценность – это место, где вы живете, растете, потому что все люди, которые вас окружают в любой момент времени, это все равно вот сила какая-то. Где бы ни находилась ты там, а то мало ли, может, страна другая или город другой, потому что творческий путь, он такой интересный у человека, он всегда неизвестно, куда заведет. Я очень благодарна городу, потому что это огромная поддержка, прям сила, крылья за спиной. Вот, поэтому спасибо. Ты решила, я так понимаю, его немножечко подвозродить, когда приехала Алана, так? Да, в этом, конечно, проекте все знали. Его создала замечательная Аня Терентьева. Анна Терентьева – педагог по вокалу, создатель. И песню, безусловно, написала Алана. Я, как и все остальные, тоже следила за ребятами, за их творчеством. Тогда никак не была связана с детским творчеством. Ну, вот судьба тоже так завела меня, можно сказать, на эту тропу. И вот два с половиной года я уже создаю, развиваю, вернее, детское творчество не только в Владивостоке, но и в Приморском крае. И в 2020 году, когда мы все сидели дома, я связалась с Аланой, и у меня вот тоже ниоткуда появилась идея каким-то образом возродить, собрать ребят, которые когда-либо исполняли эту песню, участвовали в клипе, вот как Инга, да, например, Алана рассказывала. Ну, вот на тот момент, видимо, это что-то не пошло, идея, она вроде зародилась, но ее же нужно тоже как-то сеять, эту идею. Ну, вот не пошло, да, мы немножко в другую область перешли. А вот когда узнала, что Алана уже прилетает в этот раз, уже прилетает в Владивосток, она также, эта идея пошла, у меня мозг, можно так сказать, зародилась, но немножко расширилась, потому что далеко не все детки принимали участие в этом проекте. Как Алана сказала, буквально за несколько дней мы сделали музыкальный квартирник, это вот за три дня, так можно сказать, поэтому не всех удалось собрать, но и кто-то вырос, кто-то куда-то уехал, например, я знаю, что там девочка одна, Лиза, которая открывала как раз, вот начинала первые строчки, у нее были в этом клипе, она в Петербурге учится, то есть детки уже, конечно, повзрослели, но при этом все равно получилось именно благодаря этому собрать талантливых детей нашего города. Я очень хочу их озвучить, это участники проекта «Голос дети» Дима и Сережа Коценко, это полуфиналистка шестого сезона «Голос дети» Екатерина Гаврилюк, это замечательная Ксения Пехтерева, которая к нам специально приехала на квартирник, я почему-то говорю, у меня аж мурашки в коже, из города Арсеньева, вот специально для мероприятия. Также девочка замечательная, которая ездила с Алланой и с Ингой на поколение «Некс» в Сочи, это Виктория Ким, также Инга Петрова, вот, по-моему, никого, да, ее не забыла. И, конечно же, София Русинова, да, участница молодежной группы «12+,» и мои ученики нашего центра, который только начинает свой творческий путь. Я так понимаю, что проект, да, существовал в определенном формате, с определенным количеством ребят, кто-то приходил, кто-то уходил. После отъезда Алланы, может быть, чуть позднее, ребята разошлись. Да, они все разлетелись, действительно, вот вы правильно говорите, кто куда, в разные студии, и с кем-то мне удавалось связаться из родителей. Так получилось, что это не специально было, вот, каким-то образом они меня находили, и говорили, ой, это классно, вы столько всего делаете. Алан, я знаю, что дети подготовили какой-то сюрприз, так? Да, слушайте, там сюрпризов было море, на самом деле. Вообще, каждый выход ребенка – это был сюрприз. Каждая встреча, каждая наша обнимашка – это был сюрприз для меня. Или вот видеть, когда вот кто-то вот из маленького вот этого птенчика ко мне подходит какая-то большая такая красивая тетя, которая там что-то играет, поет. Я, для меня все это сюрприз. Они начали с песни, что скажут дети. О, боже, ну это так прикольно вообще. Слушай, я так, я прям нарадоваться не могу. Это, в смысле, огромное счастье. Ну, в смысле, слышать вот это вот спустя время. Как они собрали? Как это смогли? Без меня? Я же должна была сказать, кто что должен делать. Они без меня справились, все это сделали. И, в общем-то, это, конечно, имеет огромную ценность для меня. Вообще, в принципе, они добрую часть квартирника, ну, большую часть пели мои песни, моего авторства. И это вообще, в принципе, добавляет вообще всему этому какого-то, я не знаю, волшебства. И я такая думаю, ну я, как Игорь, крутой год, сижу, думаю, остался мне такой за роялем. Сидите, чтобы все ходили, мои песни пели. Ну, это прям очень классно. Я там живу, там себе потихонечку тварю, что-то чуть-чуть пою. А тут делают такое мероприятие, которое состоит из моих песен. Ну, в большей части детьми исполнено. Это так прикольно. Инга поет, начинает, минус 30. Она до этого ее пела уже, где-то там на всяких эфирах телевизионных. И тут просто минус 30 она поет, мне дают микрофон. Я выхожу, начинаю петь с ней. Это все на самом деле так прикольно. Причем я пою с ней на равных абсолютно. То есть нет у меня такого, что я пою с ребенком. То есть я как со взрослым вокалистом пою, это очень классно. И мы прикалываемся с ней в конце, говорю, там есть кусочек, где долго надо тянуть нотку. Я говорю, а у меня здесь воздуха не хватает. Она такая, а у меня хватает. Вот, это все, конечно, очень классно. В общем, ребята, конечно, молодцы. Сумасшедшие вообще, что сделали. Я прям не могла... А после концерта я нуждалась в каком-то времени на отдых, на восстановление сил. Я прям отдала очень много энергии. И туда пришла, и я восстановила весь свой потерянный энергетический баланс. Прям ребята очень крутые, молодцы. Инга, ну вот живой пример, да, участник. Расскажи свою историю в проекте, участие в проекте. Что скажут дети, когда ты туда пришла, как ты туда пришла? С самого детства вообще меня привлекала музыка. Я любила играть на скрипочке на маленькой, подпевала там песенки. И вот, когда мне было 8 лет, я увидела такой проект, что скажут дети. Я думаю, ну что не попробовать, такой шанс. Очень смешная история, но благодаря именно этому проекту я стала сильнее и стала более музыкальной. Потому что такого опыта у меня никогда не было. И вот благодаря Алане, Анне Терентьевой, я стала гораздо круче. Профессиональной, да, наверное, сильнее? Слушайте, ну они выдержали просто, они же с этими малышами были. Очень много людей, которые были прям, пришли прям малютками. Крохи. Да, крохи. И там, ну, меньше 10 лет, им многим было больше. И съемки у нас были с утра и до вечера. Ну съемки такие прям серьезные, с камерами, где там кран снимают. Да, полноценный клип. Сейчас очень много клипов снимается с руки. Это обеспечивает скорость. Где видеограф снимает с руки, и это все быстренько, раз, ты там походил. А когда работает большая команда, вот именно профессиональная съемка, они могли одну сцену снимать несколько часов. А для этого им необходимо было сидеть, стоять. И все это вот несколько часов длиной, то есть с утра до позднего вечера, они находились на съемочной площадке. Я не знаю, как им удалось это выдержать, потому что для меня даже, ну, вот такие вот съемки, 2-3 часа я уже устаю, я хочу уже полежать. Я уже хочу, ну, а цвета, это на самом деле большая работа, большая нагрузка, когда на тебя светит камера, когда тебе необходимо держать лицо. И мы знаем, да. Я думаю, кому я это рассказываю, да. Это действительно большая работа, большая нагрузка. И дети маленькие, они как большие профессионалы прям держались. Они прям огромные молодцы. И я думаю, что она не кривит душой, когда говорит о том, что она стала сильнее, потому что это прям закаляло всех, вот, всех и каждого. Воспитанница, воспитанница. Прям видно, как Алана гордится. Чуть выше, чем Алана. Гордится, Алана гордится. Да, конечно, это у меня еще кроссовки вот на такой платформе. Так-то я вот такая, конечно. Расскажи мне, ты на каких конкурсах уже была? Вот детское Евровидение, это ж ого-го. Да, я была на детском Евровидении, на поколении Next два раза. Мы участвовали с Аланой. У нас с проектом «Что скажут дети» и с другим проектом. Поколение Next, это было очень сложного уровня мероприятие. Там было очень круто, очень классно, необычно, неожиданно. Впервые мне очень понравилось, меня это прям зарядило. И я поняла, все, я хочу связать свою жизнь с музыкой. И все вот такие конкурсы маленькие, которые проходят у нас, в городе, в других городах, они только закаляют себя. Обязательно нужно участвовать в таких конкурсах, чтобы потом в каком-то глобальном конкурсе быть супер. Лена, а как вы готовили детей? Я так понимаю, что ты не одна этим занималась, как эта команда. Ну, Алана еще участвовала, но Алана прилетела в Москву. Не так давно, наверное. Ой, из Москвы не так давно. Конечно, да, я не одна готовила детей. То есть я больше была как организатор всего процесса. Продюсер, организатор, которая нашла площадку. И людей, которые нам помогли реализовать этот квартирник, собрать родителей. Конечно же, повторюсь, это было за очень сжатые сроки. И, безусловно, я работаю не одна. У нас есть педагог по вокалу Елена Александровна Дементьева. Есть постановщик номеров. Это что касается наших, да, непосредственно малышей, которые только начинают. Вот я говорила, да, уже о них свой путь. Конечно же, я тоже не могу о них не сказать, потому что это мои крохи, мои детки. Это Ариша Захарова, Ярослав Кудилин. Вероника Токуренова и Настенька Сладкова. Вот, и вот мои маленькие виноградинки, звездочки, тоже принимали участие вместе с ребятами уже постарше. То есть они, конечно, безусловно, посмотрели уровень ребят, и вокальные, и как они себя подают на сцене. И постановщиком вот наших номеров, постановщиком является Жанна Вячеславовна Куделина. Вот, я очень люблю нашу команду профессионалов. Вот, знаете, готовили действительно за такие жатые сроки, поэтому сложно сказать о какой-то стратегии. Ее практически не было. Была просто цель это сделать, несмотря ни на что. там ночью какие-то были переговоры, что-то нужно было написать, сделать. То есть когда есть желание, цель, то ты уже, наверное, не видишь препятствий. И так вот, наверное, каждый проект, который мы реализовываем. Поэтому и он немножко отличается, они, вернее, отличаются от каких-либо других, потому что есть вот это вот внутреннее ощущение, что все будет супер, как мы любим, круто, на хорошей площадке, с хорошим уровнем организации. Вот, поэтому я счастлива, что мы это сделали все вместе, вместе с родителями, вместе с детьми, вместе с педагогами. Алан, я так понимаю, что наши дети, которые едут из Владивостока в Москву, может быть, еще куда-то на конкурсы, они под твоим крылом находятся? Нет, почему под моим крылом? Они и под своим крылом, они такие нормальные ребята, они все уже, они уже выросли в тот возраст. Да, оперились. Они уже примерно знают, что куда они едут, где-то там Лена им помогает, куда-то там их отправляет. Единственное, мы с ними встречаемся, мы с огромным, если у меня есть такая возможность, мы там встречаемся с ними, с их родителями, потому что я со всеми дружу, у меня со всеми классные отношения, слава богу, и мы встречаемся и там просто обмениваемся вообще последними новостями, и это прикольно. Что касается их какого-то там, их каких-то поездок, какие-то мероприятия, конкурсы, это прямо уже целиком они там с родителями или там с Леной, или там с какими-то музыкальными наставниками, я думаю, они соображают, что куда. Я в тот момент, когда я занималась там детской школой и каким-то там детской историей, конечно, это все я прям держала это под своим крылом, под своим контролем, и вот эти конкурсы, и на Евровидение мы ездили, это все было вот для меня номер один, прям вот деятельность, то, чтобы вот я спала и постоянно думала о том, кто что должен сделать, кто куда должен встать, кто должен, а что если мы вот так сделаем, а что если мы вот так сделаем, то есть у меня прям миллион задач было. Но сейчас я немножечко от этого отошла, да и они выросли тоже уже, я думаю, что они уже сами примерно понимают, что им куда нужно двигаться. Я поэтому сейчас немножечко решила уделить время музыке повзрослее, и всю энергию начала туда отдавать. Но они меня позвали на квартирник, избили все мои планы, у меня теперь в голове миллион новых идей. Вот сейчас, пока мы разговариваем в процессе интервью, у меня уже где-то идей пять родилось, что можно сделать, и как можно сделать, и как там их встретить, и как вообще, какие могут быть проекты, ну и так далее, и тому подобное. Лен, какое-то будущее у этого проекта есть, если вот, ну, обозримое будущее? Не так, что вот собираемся раз в год как-то вот так? Да, мы буквально вот после квартирника в этот же день собрались с родителями, и есть такие тоже планы, чтобы периодически устраивать подобные мероприятия, потому что вот такие вот концерты с живым звуком на хорошей площадке, объединенные, вернее, собранные в одну команду «Талантливые дети Приморья», решили делать периодически, и хочу наших телезрителей 8-го канала пригласить на следующий квартирник, который состоится в начале марта. Но об этом мы еще обязательно расскажем, вот, и хотим, чтобы у нас были периодические такие мероприятия, поддерживать детей, талантливых детей Приморья, и чтобы наши жители нашего города, Приморского края, приезжали, вдохновлялись музыкой и детским творчеством. И, конечно, хотела бы еще дополнить, что в музыкальном квартирнике принимали участие еще мои маленькие детки, это семья Лили и Артем Холзакова. Я не могла о них не сказать. Вот так, Илана, значит, в следующий раз в марте ждать. Вот так вот. На самом деле у меня сейчас тоже идет, принимается решение с моей командой о том, когда будет следующей весной сделать большой концерт, мой концерт. И я, естественно, пытаюсь в голове своей уместить вот прям вот многозадачность, чтобы сделать это, соединить уже заранее, ну, не вот не с бухты-барахты, а сделать заранее мероприятие. Я думаю, что это будет прям классно. Причем квартирник, ну, то есть если мы, если, да, если объединить вот эти вот мероприятия, чтобы я успела и то сделать, и второе, и третье. Причем квартирник, что интересно, формат, я это прям пыталась на мероприятии подчеркивать, чтобы они не чувствовали как раз-таки напряжение. Это же очень прикольно для ребят, когда они начинают сцену воспринимать не как какое-то там опасное место, где я должен держать микрофон, делать шаг вправо, шаг влево, что надо дальше, я боюсь. Чтобы для них это была не зона вот этого опасности, а как раз-таки абсолютно комфортное место. И мы, там, не знаю, шутили с ними, разговаривали, смеялись. Импровизировали. Я и да, импровизировали. Был открытый микрофон. Да, я абсолютно с микрофонами. Я подчеркивала, я там могла шутить и что-то еще делать, чтобы подчеркивать о том, что, ну, блин, это все вообще настолько, ну, расслабленная атмосфера. Ребята, чувствуйте себя расслабленным, будьте как дома. Понятно, что есть определенные рамки, в которых ты находишься, потому что ты артист все равно. Но ты должен от этого получать удовольствие, а не стресс. Вот это самое главное. И поэтому они выходили, ребятки, и они действительно, если вначале они такие еще немножко напрягались, то это чем дальше, чем ближе к концу, тем они абсолютно начинали чувствовать себя в своей тарелке. И это самое главное, чтобы им было комфортно, какая бы сцена это ни была. И что касается, возвращаясь к вопросу, там, выступления с какими-то артистами, на которые Инга отвечала, это, кстати, очень интересно, потому что они, будучи в юном возрасте, когда мы ездили с ними на Евровидение, они выдавали, они выступали перед пятитысячной аудиторией, пять тысяч человек. Я помню, как сейчас я выхожу с этим телефоном из-за кулис куда-то, и я просто... И вот этот стадион огромный, который весь просто находится на дыбах, кричит, это очень-очень мощная энергия, мощнейшая энергия. Поэтому они сами уже, пройдя через это, являются артистами с большой буквы, потому что это уже рядом с ними должно быть классно стоять, потому что пройдя вот этот вот какой-то этап... Потому что они уже звезды. Ну, конечно, я не очень люблю слово звезды, на самом деле, но они артисты, они профессионалы, пройдя, потому что это очень круто, выступать перед такой аудиторией, не сбиться, не забояться, не испугаться, будучи маленьким ребенком, шесть человек, они танцевали, они пели вживую, они делали все максимально круто, давали бешеную энергию, и среди этой большой аудитории была прям масса ребят, которые подходили к ним после мероприятия, говорили, вы лучше, вы лучше, помнишь? Да, я помню, как нашла в магазине, уже здесь, во Владивостоке, ко мне подходит девочка, это ты та самая девочка с хвостиками, которая была на карусели, я вас смотрела, вы так хорошо спели, а ей там лет шесть, я думаю, так мило, так приятно было. Но ты собираешься продолжать? Конечно, я стремлюсь к Грэмми. Мне нравится вся эта тема, я хочу продолжать. Ну, то есть во взрослом уже возрасте? Да, планирую становиться вот, науществить пример Соланы, как минимум. Приятно! Пиши, создавай, пой, и с хвостиками тебе было хорошо, там слез было столько, когда я хвостики сделаю, стиль, когда стилист работал с ребятами, и сделали хвостики, я не хочу быть с хвостиками, я взрослая, я не готова, я взрослая, вы почему из меня делаете ребенка? Потому что там с ним сделали кудряшки какие-то распущенные, а я с хвостиками была. Но потом я поняла, что это элемент мой, это моя фишка. Конечно, да, ей прям шло, она прям такой уж пупсенель такой классный, она с этими хвостиками. Поэтому целая история, вспоминая каждый раз, когда мы вспоминаем вот эти вот какие-то этапы, которые мы прошли с ребятами, не знаю, смотрим фотографии или что-то, это такой прям пласт жизни классный, потрясающий. Ты вспоминаешь об этом как о чем-то максимально светлом, потому что там же было всякое, были проблемы, были там до двух часов ночи репетиции, когда у них в Крыму холодно, ну прям вот почему-то ночью там был дикий холод. Вот у ребят по биологическим часам понятно, что там уже утро, они вот такие вот сосиски, мы им говорим, держитесь, держитесь, мы едем куда-то в другую бухту за вещами теплыми, берем все, что надо, чтобы их укутать. Там прям целая история, о которой я могу часами рассказывать, я уверена, что каждый из ребят тоже. Сколько мы там вот всего этого прошли, когда они мерзли, когда они прятались в туалете, чтобы просто согреться. Мы очень, кстати, тяжелые на Евровидении, очень тяжелые условия, в отличие от Next, на который был упомянут уже в нашем интервью, там такая дружеская атмосфера, как у нас на квартирнике. Что касается Евровидения, там совершенно другая, там очень жесткие условия, там не нравится, до свидания, ну то есть терпи, пришел сюда, терпи. То есть там совершенно другие условия, там такие добро пожаловать во взрослый шоу-бизнес. Ну то есть мне это не близко, потому что я и по-другому взаимодействую с детьми. То есть я взаимодействую, что все должно быть классно, все должно приносить удовольствие, все должно вызывать улыбку, счастье, и глаза должны блестеть, а не через год ты уже должен выдохнуться, и уже как зомбак, ну там, не знаю, идти дальше по этому музыкальном пути, или наоборот, вот, господи, мама, ни за что, больше я не хочу ни петь, ни трогать этот, там, не знаю, инструмент, пианино, там, скрипку или что-то еще. Все должно приносить удовольствие, счастье и радость. Вот это самое главное, потому что любая профессия, она должна быть прежде всего твоим собственным выбором, правильно? Ты должен, твоим хобби, то есть ты должен получать от этого удовольствие, счастье, иначе, ну как бы, жизнь, она становится... Иначе выдохнешься, да. Ну, конечно, она начинает быть скучной, неинтересной, грустной и так далее. Вот, а мы за бодрость, веселье, счастье, и должны у меня конфетти сейчас посыпаться. Ну нет их, да. Так, ладно, с проектом мы разобрались. Алан, совсем скоро, не скажу домой, скажу в Москву, да? Дом, наверное, все-таки здесь. Да, дом, наверное, все-таки здесь. Дом здесь, место силы, друзья, родные. Я приезжаю каждый раз во Владивосток с одной и самой главной целью. Я приезжаю сюда не для концерта, не для еще какой-то активности. Я приезжаю сюда наполниться силой. Потому что каждый мой шаг здесь во Владивостоке, он дает мне силы, чтобы в Москве снова держаться. Я не научилась там черпать ресурс энергетический из каких-то еще других... Ну, в смысле, естественно, делаю каким-то это образом. Но для меня, человека, рожденного у моря, вот этот ресурс, он наполняет... Я была последний раз полгода назад во Владивостоке, ну, прям ненадолго заезжала. Я наполнилась на полгода. Причем 20-й год он и для меня был достаточно тяжелый. У меня тоже были какие-то там неприятности, которые заставили меня как-то так выйти в режим выживания. И для меня вот Владивосток — это прежде всего это место силы, земля, люди и земля, которые меня наполняют. Ну, это вот правда, так и есть. Ну, да, когда премьеру следующего клипа, песни ждать? Слушайте, ребят, ну, там целое... Ребят, я прямо для вас, для всех, для всех, для ребят, которые слушают наш эфир сейчас. На самом деле, там мне говорить, я могу об этом говорить еще много, мне действительно есть что рассказывать. И, как минимум, это старт, я об этом даже в социальных сетях еще не объявила, это старт, вы будете первыми, кто знает, это старт моей работы взаимодействия с музыкальным издательством. То есть я сейчас в января начинаю выпускать музыку свою через музыкальное издательство. Я возьму, вот сейчас после концерта мне 100 тысяч человек написали, где музыку твою взять, где скачать ее, где она вообще. Сейчас всю музыку мы убрали с площадок, прям почти полностью, ну, вот буквально через два дня, наверное, она исчезнет вся, для того, чтобы с музыкальным издательством выпускать уже это, делать со всеми, там, необходимыми для этого аспектами, с соблюдением, там, правовых, юридических норм и так далее. То есть там прям будет проводиться работа. У меня есть... Я за это время написала огромное количество песен, которые я буду выпускать один за одним. То есть сейчас старые песни и плюс новые. Ну, то есть у меня есть огромное желание, огромное количество фитов, которые планируются. Это коллаборации с какими-то там артистами. Это какие-то свои песни, которые я буду выпускать. Ой, сейчас жаришка начнется. Вообще. Сейчас вернусь в Москву, и жаришка начнется. И самое главное, это я очень не хочу сделать большой концерт в Москве. В Москве небольшой пока, во Владивостоке большой сделать концерт, который смогут, потому что до этого концерт был в Синкопе. Ну, просто такой дружеский концерт. И там билеты были куплены, ну, быстрее, там, меньше, чем за сутки все раскуплены были билеты. И мы объявили об этом за три дня, и никто не успел толком билеты купить. Поэтому сейчас буду говорить об этом за месяц, как только согласуются дата и место. Вот. Может быть, кто-то из артистов уже сможет посетить мероприятие, а может быть, даже поучаствовать. Вот мы подумаем, что это... Хотелось бы поучаствовать. Да, мы подумаем, как это сделать максимально сильно, при этом и по-взрослому. Ну, в общем, у меня целый огромный план, такая многоходовочка каких-то там дел, которые хочется успеть все вообще. Все и до кучи. Всего много. Значит, мы ждем, следим. А вы ждите, пожалуйста, и следите, пожалуйста. Да, мы ждем и следим. Девочки, удачи вам всем. Спасибо, Алана. Чтобы все задуманное сбывалось и ждем во Владивостоке как можно скорее и подзарядиться, и нас порадовать. Вот это с удовольствием. Это всегда для меня огромное счастье. Поэтому, да, до скорых встреч и с ребятами повидашся. Спасибо, что пригласили нас. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях были Алана Ой, известная певица, автор и композитор. Инга Петрова, участница проекта «Что скажут дети», ученица детской школы искусств номер 5 и финалистка детского Евровидения. И Елена Виноградова, руководитель творческого центра «Старкиц Виноград», продюсер. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова